Это Сурикджан. Он зашёл в Варфейс и его тут же нагнуло. Ой, сука, Сурикджан. Это чё такое, блин? Чё тут арбуз вообще делает, придурок? Не слушай его, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Вип-ускоритель на 14 дней и вот такие офигенные пушки. Да они же мощнее, чем батоны у твоей подружки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, братуха. Варфейс тебя ждёт. Братишка, признайся, сколько раз за время игры с АЭС-50 ты поглотил выдвижного? Кэпчик, заканчивал бы ты смотреть эти все мемы с Билли Харрингтона, тебе, знаешь, как-то вот заносит. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность. Ты давай это там. И обновление ПТС Варфейс. Изменения, знаете, такие подозрительные мне показались. И я пошёл, конечно же, всё это проверять на практике. То есть, как говорится, эмпирическим путём. Особое внимание вызвало изменения АЭС-50, дробовика МАК-7 и новой штурмовой винтовки Эмпар. И поговорить тут точно есть о чём. Прежде всего, друзья, стоит сказать, что АЭС-50 подверглась изменениям. Улучшились множители в руки. И нет, это не сделает легенду вновь, так сказать, гритоген. Вновь великой, вновь очень нагибной. Оно может быть и к счастью, извините меня, с таким-то темпом стрельбы. Кстати, АЭС-50 ещё и автоматический темп стрельбы прикрутили. Это никак не влияет, ну блин, потому что темп там всё равно, извините, там 80-90 с копейками выстрелов. Просто ты кнопку зажал, и она вот так бах, бах, бах. То есть, ну как бы, какой это автомат, так понты, короче. Хочешь используй, хочешь не используй. Толку от такого автоматического огня попросту нет. Ну, как бы сделано для галочки. Вот и кто пришёл такой жирненький? Это кто такой красавец? Давно его не было у нас, да? 7 килограмм счастья, да? Красавчик, Кокос, Кокос мой красавчик. Ха-ха-ха, сука, легенда Нагива. Наглый такой барин стал. Ладно, впрочем, Кокос, мы сейчас не о тебе. Мы, конечно же, друзья, об АЭС-50. Дабы очень долго не затягивать, сразу дам вам могучий, сука, сочный расклад. Данная пушка теперь, после улучшений, неплохо отстреливает так инженеров и медиков. Да, действительно, если стреляете в корпус, там, не попадаете в ноги, уж не знаю, в руки когда как, вот как-то я не понял, как оно работает, оно то щёлкает, то, сука, не щёлкает. Но в основном, в большинстве случаев, если стреляешь в медика, в инженера, у меня так было, в 9 из 10 выстрелов, это фраг, да. То есть, медиков, инженеров отстреливает просто на раз, сука, наклонирует просто без шансов. Ну, не так, чтоб совсем без шансов. Но в основном, лучше и приятнее, чем с другими снайперскими винтовками, наклонировать медиков и инженеров с АЭС-50. Да, как ни странно. А если учитывать, что у неё зум резвый, знаете, напоминает в своё время, как у Макмиллана что-то было. То есть, реально, почти фазум, сука. Да, у нынешних винтовок такого, по-моему, нет. Может, мне так кажется, я не снайпер, но вот, можете сами зайти попробовать. Очень резвый зум, сука, почти фазумы раздаёшь. Очень круто, очень классно. И самая главная фишка этой винтовки, правда, не знаю, как её применить, это контр-снайпер. То есть, если медик, инженер, там, в каких-то ситуациях, там, плюс-минус не туда попал, он может выжить, то снайперов ты будешь сносить просто на раз. Снайпер, сука, это твоя основная цель. Если у тебя АС-50, ты идеальный антиснайпер. Лучший просто. Я не знаю, ни с одной донатной крутой винтовкой так отстреливать снайперов, как с АС-50, просто нельзя. Это просто антиснайпер-винтовка. Однако, не всё коту масленица. И тут как раз, Кэпчик, дорогой, мы возвращаемся в твою любимую, так сказать, вселенную. Это какую? Вселенную Гачи Мучи Билли Халлингтона. Гондон. Ха-ха-ха-ха, да. Так вот, друзья, если перед вами штурмовик, вы увидели, у вас где-то там появился, на радаре, так сказать, не на радаре, сука, у вас на экране, так сказать, на горизонте появился штурмовик, мой вам добрый совет, уходите, убегайте, потому что штурмовика эта штука не ваншотит в большинстве случаев, в принципе, то есть АС-50 штурмовика не ваншотит, друзья. Ну, как бы, даже не старайтесь, будет максимально, сука, больно. И, нет, есть один вариант, есть один, прямо 100% рабочий вариант, это поставить ему хэдшот. Вот, но, запомните, если вы штурмовику из АС-50 в голову не попали, если он хотя бы более-менее нормальный штурмовик, он попадет вам в рот, все. Это, кстати, почему я сказал за Билли Халлингтона. Это должно быть смешно? Да, смешно. А что, тебе можно тупые шутки рассказывать, а мне нет, что ли? Я считаю, очень даже нормальная тема. Да. Ясно. Хороший заменитель кожаной болтовки, это АС-50. А как себе показывают фиксанутый МАК-7? Ну, собственно говоря, да, ты прав, я считаю, что пушка по фану, блин, в каких-то ситуациях, наверное, ее можно реализовать на 100%, не знаю. Взять АС-50, когда вы играете там в рейтинговом матче, у вас свой стак, и в команде противника, вот, реально противный, сука, такой мерзкий, бесящий, не дающий вам раскрыться снайпер. И вот вы берете АС-50 и того снайпера, ах, сука, родной, иди сюда. Вот в этом случае, реально, это может быть лучшая винтовка игры. Она очень классная против снайперов. За другое не скажу. Блин, да, прикольно, классно, но, блин, ребят, штурмовики, они повсюду, штурмовики вам вообще не дадут раскрыться. Это, прямо, это болезнь этой винтовки. Против остальных, медики, инженеры, снайперы, хорошо, против снайперов просто идеально. Но, вот, как бы, есть нюансы, и он все портит. Так что, не знаю, вернется легенда, нет, где-нибудь на пабликах, каких-нибудь там ангарчиках и т.д. и т.п. На штурмах там, ну, очень даже может быть. Не факт, но какое-то право на жизнь имеет. Но все-таки, я считаю, пушка форфан. Итак, да, правильно сказал Кэпчик, это МАК-7. Дробовик, сука, помповый, мощный, нагибной. Был когда-то. И тут его, понимаете ли, на ПТС возродили. Возродили так, что, по-моему, он стал топ-1. И многие сходились в мысли, что МАК-7 это топ-1. И он показывает какую-то, сука, необоснованную дальность ваншота. И двушота там, где-то почти на дистанции чуть ли не снайпера. Два выстрела в прицеле и противник, короче, все. Сосо Павляшвили, господин от Сосницкий, называйте как хотите. Противник отъехал к праотцам, сука, на респу. Но, момент. Разработчики решили его немножко фиксануть, сказать. Нерфануть чуть-чуть. Они ему повысили падение урона. Но, при этом, хочу сказать, что ничего колоссально не изменилось. Вот, по моему мнению, МАК-7 все равно остался топом. Это, по-моему, ну, вероятно, это лучший дробовик на сегодняшний день. Если он в таком виде выйдет на основном сервере. Если его так вот реализуют. Возможно, это лучший дробовик. Он очень мощный, он очень классный. С ним очень приятно играть, прямо скажу. Да, если он медик, вам понравится. Но, он, да, лупит на огромных дистанциях. До сих пор порой душотит на каких-то необоснованных дистанциях. Все это есть, но есть один, опять же, нюанс. Ха, ну, на сегодня день нюанс. В принципе, Warface это вообще нюанс. Хорошая игра, но есть нюанс. Сы. Да, нюансы. Вот. С МАК-7 есть только один нюанс. С этим дробовиком. Этот дробовик, дорогие друзья, требует очень высокой точности. Вот, он действительно, он показывает чудеса. Но только, сука, если вы по-настоящему точно попадаете. У нас многие люди, вот, кого не спросишь, кто не ваншотит. Это у них, вот у нас многих людей, вот сейчас, до того, как у нас Браунинг стали нерфить. Он был полностью, как бы, да, там, максимально нагибной. Без всяких вообще фиксов только вышел. У нас многие люди говорили, что Браунинг, это кал, и он не ваншотит. И там начинаются разговоры про пинг, про то, про сё. Я вот даже не сомневаюсь, сука, я за такими людьми наблюдал, там, спектатор моди, ещё там. Даже они сами записывают, там, на стриме некоторые запустят стрим, там. Ой, он не ваншотит. Да он, сука, бьёт куда-то в молоко. Пол дроби залетело в ногу, половина, сука, между ног прошло. Или лупанул, сука, плечо задел. Остальное куда-то в гараж унесло, сука. Всё, дробь улетела куда-то там, непонятно, блин. На улицу, сука, к соседям полетела. Ну, естественно, ваншотить не будет. Если, ребят, вы по-настоящему круто прямо не можете прицелиться, у вас проблемы бывают с АИМом, и вот у вас там Браунинг, например, не ваншотит, Максим вообще не берите. Вообще. Потому что по сравнению, если у вас Браунинг не ваншотит, Максим у вас вообще ваншотить не будет. Вот. Если же у вас АИМ в норме, выше среднего. Как у тебя, что ли, Нубера? Ну, хотя бы так, да. Ладно, шучу, должно быть получше. Но если у вас как бы выше среднего АИМ, то Максим это просто сказка. Браунингу, по-моему, такие ваншоты не снились. Но только точное попадание. Чуть-чуть скосил, всё. Ваншота не будет. Вот там треть дроби не залетела. Понимаете, в чём дело? Даже не треть дроби. У него, на самом деле, реальная кучность очень маленькая. Очень маленькая, сука. Но ему лупить надо, понимаете, примерно чуть ли не как с Марлина стрелять. Вот примерно вот что-то в этом духе. Ну, конечно, не так, но вот если вы идеально попадали с Марлина, несмотря на все его косяки, там, на рандомы, вы прям таким супер АИМом обладаете, вам Максим зайдёт. Это просто, сука, нагиб машина. Это уничтожитель всего на карте. Если же нет, если браунинг у вас не ваншотит, забудьте про Максим. Это не ваша пушка. Берите паза, там, чё-нибудь ещё. И нагибайте, и будет вам счастье. При таком раскладе, я думаю, Максим фиксанут. Ну, возможно, ну, типа, если его ещё фиксануть, он как бы лишится вот этих каких-то имбовых качеств, он станет хуже ваншотить. А дробовик, который как бы и ваншотит уже не так идеально, не так круто. Да при этом у него ещё и кучность стала, как бы кучность осталась, скорее всего, та же, да. Ну, как бы, а в нём смысла нет. Лучше даже у него кучность понизить, какие-то вот эти вот параметры точности, чтобы разлёт больше был. Но оставить то, что сейчас. Тогда он не будет такой эффективный. И как бы вблизи он будет всё равно хороший. Ну, что-то в этом духе, вы меня поняли, да. Если что-то у него и фиксит, так это вот кучность, разлёт там, чтобы он потерял эффективность на дальней. А если его оставить таким же кучным, но всё остальное нерфануть, да смысла нет. Нафига мне Марлин, который, сука, еле ваншотит. Нафиг он нужен? Нет, там, нестабильный. Не-не-не-не-не. Тогда тем более, Панзер будет владыкой игры. Разработчики не надо его сильно фиксить точно. Не надо, не надо Максим фиксить. Это легенда. Это возрождение легенды, сука. Это ваш шанс. Я уже об этом говорил. Смотрите, вот эти темы сейчас пошли, мы это блогера всё обсуждаем, сука. Вот это вот говно на вентилятор полетело, старые пушки возвращают. А С-50 стало ваншоте, там, Максим возвращает. Да, блин, в Варфейсе, сука, 40 тысяч почти онлайна. 40 тысяч, мать его. Да такого, пару лет такого не было. Давайте дальше. Давайте возвращение легенды. Не надо терять хватки, всё будет хорошо. Да. Последнее время всё про легенды говорим. Расскажи теперь, давай лучше, про новую штурмовку. Что там изменили? Вот этот, кстати, момент тоже очень интересный. Да, друзья, штурмовая винтовка Эмпар была апнута. Да, ей тоже повысили множитель в руки. Ну, примерно как АС-50. Или, сука, не в руки, или не АС-50. Да, не, 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 да, тоже в руки повысили множитель до, по-моему, 1.45 у него в руки. Ну, или что-то в этом духе. Короче, неважно, повысили эффективность потушки. Всё. И я специально в нарезке, обратите внимание, я не стрелял в голову. Может, многие уже посмотрели, сказали, ракуху подменили, почему он вообще не стреляет в голову. Ребят, старался, просто не попадал. Да нет, конечно, ну, блин, не настолько я рукожоп. В голову я попадал там пару раз случайно, как бы. Стрелял в тело, попадал в рот. Это такое бывает, как бы, да, попадание на бивень, ребят. Но, я стрелял специально в тело, чтобы проверить именно этот апп. То, что она в голову в амшоте, это так каждый дурак знает. Она, ну, прекрасно по головкам стреляет. Это вопросов ноль. Как я понимаю, разработчики хотят сделать такую, знаете, универсальную пушку. Гибрид QBZ и СТК. И я скажу вам, у них получается, да. Потому что в тело она пилит бодро, быстро. Да, ну, что-то, как до введения, вот, брони Сирокко, что-то между СТК и QBZ. Что-то такое гибридное. Хотя нет, по-моему, QBZ-то с Сирокко. Да, неважно, короче, что там в отделе. В общем, что-то между ними. Классно, круто. Наверное, всё-таки, по распилу в тело, она даже ближе к СТК. Не совсем, но она близка к СТК. Она очень круто пилит. Она прям, сука, моментально аннигилирует противника. Ну, не совсем моментально, но очень круто. Уровень, сука, высокий. Ни одна пушка штурмовика, наверное, сейчас так не передает. Может быть, корт, ну, как бы вы знаете. Корт, всё, это, это, это гудбай, всё. Его скоро не будет, забейте на него. Короче, круто, круто, круто. Это пушка, которая максимально близко приблизилась к СТК по распилу в тело. Да, не так всё-таки быстро, но качественно, качественно. Поэтому у штурмовика, если ничего не нерфанут, скоро появится такое универсальное оружие. Можешь голову зажимать, можешь тело. Результат всё равно, и там, и там будет очень и очень годный. Будет хорошо, друзья. Я не знаю, бегал, специально не наводился на голову, старался только в тело стрелять. И эффект, прямо скажем, меня весьма порадовал. Ну, правда, не всегда, наверное, радовал моих противников. Но это уже десятый вопрос. В общем, Эмпар набирает обороты. Я думаю, что это всё-таки будет мета. Зачем откланиваемся мы с Кэпчиком? Я, кстати, после общения с тобой пойду руки мыть. Да ладно, ну чё ты, блин? Стой там, сука. Сюда иди, по-братски. Что я могу сказать вам? Я надеюсь, что дискуссию проводите в комментариях. Будет интересно почитать. Моё мнение. МАК-7 топ, сука. Топ-1. Эмпар топ-1. АС-50. Ну, АС-50, как бы, да. Сусо Павлияшвили. Особенно против штурмовика, ребят. Против штурмовика стреляйте только в голову. Не попали, значит, он вам попал. Да. На бивень. Какие дела? Желаю вам счастья, здоровья и любви. Ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока. Нагиб. Субтитры сделал DimaTorzok